Девятого октября, день Иоанна Богослова. Апостол Иоанн был призван в ученики самим Иисусом Христом. До этого Иоанн с братом Иаковом зарабатывали на жизнь рыболовным промыслом. Иоанн оказался любимым учеником Иисуса, стал свидетелем многих евангельских событий. Ему Христос поручил заботу о своей матери Марии. Впоследствии Иоанн удалился на остров, чтобы в одиночестве работать над книгой «Апокалипсис», которая повествует не только о прошлых, но и будущих событиях. Сегодня отмечали день Иоанна Богослова. В народе его считали наставником иконописного дела и покровителем живописца. Его почитают как божьего странника, который добровольно последовал на Голгофу вслед за Христом. Поэтому Иоанну молились перед отправлением в долгое странство. Простой народ верил, что пути дороги притягивают нечистую силу и могут быть достаточно опасными. И действительно, где как ни на дорогах обитают души, погибшие по разным причинам беспокаяния. Поэтому путнику, который оказался в дороге после захода солнца, нужно быть очень осторожным. Особенно так касается пьяных людей. Приметы. Если сегодня выпал снег, то зима установится до Михайлова дня. Это до 21 ноября. Если сегодня солнечный и теплый день, то июль может быть дождливым. Если до первого снега на деревьях осталось достаточно много листьев, это к суровой зиме. Дождь со снегом сегодня в январе могут быть три оттепели. Если после длительного затишья сегодня начинает дуть сильный ветер, это к осадкам, дождю или снегу. Улетели грачи сегодня, это к снегопаду. Скорый листопад говорит о том, что зима наступит быстро. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать.